С этого места начиналась Балашиха. Летоисчисление города ведется с момента основания Балашихинской хлопкопредельной фабрики. За сотни лет ровесница нашего города пережила взлеты и падения. Началось все в 1830 году. На реке Пехорки, надо сказать, что было 9 мельниц. Вот одна из этих мельниц, которая получила название Плошиха, располагалась на месте сегодняшней фабрики номер один хлопопредельный. Основал фабрику князь Трубецкой. Выглядела она, конечно, иначе. Изначально тут делали сукно, был только один корпус, и тот деревянный. Потом закупили две паровые машины, набрали сотрудников, и работа закипела. Спустя 14 лет, когда фабрику продали купцу Молошникову, началось производство хлопчатой бумажной ткани. Но вскоре, в 1947 году, пожар уничтожил почти все фабричные постройки. Купец Молошников застраховал деревянную эту фабрику на хорошие деньги. Это, конечно же, легенда. Никаких документов на сей счет не существует. И якобы эта фабрика сгорела. Есть подозрение, что это был такой умышленный поджог. Купец получает хорошие деньги, добавляет какие-то свои еще запасы и строит уже действительно каменные корпуса уже хлопопредельной фабрики. Так, то ли благодаря случаю, то ли хитрости купца, фабрика полностью обновилась. На месте старого здания появились два новых кирпичных корпуса с десятками тысяч станков. После смерти Молошникова управление фабрикой переходит его жене. Она принимает важное решение – выписать из Англии мощный паровой двигатель фирмы Pratt. Для монтажа нового оборудования в том же году в Балашиху приехал мастер Майкл Лун. Англичанин поразил хозяев фабрики своим профессионализмом, и они предложили гостю возглавить фирму. Ему выделяется и дом, который, кстати, стоит по сей день. И ему дают хорошую зарплату. По тем временам 6 тысяч серебром, достаточно большие деньги были. Выделяется няня, дают корову, то есть, чтобы выкормить семью. И Лун, в общем-то, отдал 45 лет жизни этой фабрике. Только со временем он становится уже не наладчиком оборудования, а Молошникова его ставят в дальнейшем уже управляющем фабрики. В 73-м году фабрику преобразовали в товарищество. На паевой основе ее приобрели купцы Шалопутин и Корзинкин. На тот момент фабрика была одной из самых крупных во всей московской губернии. Количество сотрудников достигло 1200 человек. Помимо производственных корпусов на территории фабрики располагались больницы, два училища, девять каменных общежитий. В клубе фабрики, который сохранился и поныне, проводились праздники, устраивались концерты. Предприятие имело собственный духовой оркестр и даже футбольную команду. В 1918 году фабрику национализировали. Год выдался непростым. Многих работников призвали в армию, и производство сократилось в четыре раза. Расширение началось только с приходом эпохи НЭПа. Во время Великой Отечественной войны на фронт отправилось более тысячи фабричных рабочих. Об этом напоминает обелиск у здания предприятия. Вместе с ситуацией в стране менялась и жизнь на мануфактуре. О фабричных буднях и быте мы узнаем из воспоминаний работниц. Во время войны на санках привозили из лесу дрова на фабрику и получали в обмен талоны на обед. Работали по 12 часов, жили в казармах. Рано утром ходил по коридорам сторож со звонком и будил на работу. Первый звонок в 5.30 утра. После войны старое оборудование практически полностью заменили новым. Дела пошли в гору, и долгое время на фабрике царила стабильность. Но ее ждал еще один кризис. Перестроечные времена подействовали не только на Балашахинскую фабрику, а на фабрике всей России, поскольку появился китайский товар, который полностью вытеснил своей, наверное, дешевизной. Фабрика начала сдаваться в аренду под всякие магазины. Однако в 98-м году после дефолта новые управляющие смогли рассчитаться с долгами по зарплате и возродить производство. Сейчас на хлопкопредельной фабрике все еще можно встретить катушки и станки. Предприятие работает и выпускает продукцию. Многие помещения сдаются в аренду. За столетия Балашиха разрослась и сильно изменилась, но фабрика до сих пор привлекает внимание своим масштабам и остается сердцем города. Алина Файзлдаева, Артем Удников, Большая Балашиха Лайф.